Соник При этом я еще умудряюсь перепроходить старые ПКшные игры, смотреть сериалы, которые кстати еще не все видел, иногда читаю комиксы. Но, увы, современный мир беспощаден, ибо из пяти игр Сеги только одной дается стать чем-то стоящим. При этом, обстановка меняется, когда во франчайз вмешивается кто-то кроме самой Сеги. Помню, игру про Соника делала даже Бай Эвер, при том эта игра была в жанре РПГ, а Бай Эверы пока и нормально делают. Но в этот раз речь пойдет об игре не в таких масштабах, а об энтузиазме простых смертных, а именно об игре Соник The Hedgehog 3D. И эта игра, пожалуй, является для меня просто символом того, на что способен отечественный инди-разработчик. Как доказательство, автором игры является простой питерский парень по имени Этик. При этом, не могу сказать, что эта игра хороша, нет, в ней тонна минусов, но сам факт, что простой питерский парень по имени Этик смог создать игру с таким потенциалом, просто ставит крест на крупных российских командах, как на разработчиках видеоигр вообще. Соник 3D это адаптация 2D соника в 3D графику. И тут сразу всплывает интересный факт. Движок этой игры E-Duke 32. Встречайте, великий и ужасный игровой двигатель самого Duke Nukem 3D. К сожалению, этот проект разрабатывался долго, и даже сейчас он находится на стаде тестирования. И раз уж обзор на Eurolastic Summer пришелся вам по вкусу, то я не просит влить и на эту игру обзор. Ибо надо же отдохнуть от этого немешного говна для пидоров. Говна, которому я поставил 10 из 10. Но не суть. Итак, жил да был славный парень Ехидна Наколос. Мастерил статуи самого себя, о чем свидетельствует здешний дизайн локаций. Спал в обнимку с главным Изумрудом, но пришла беда. Доктор Яйкин вторгается в его дворец, стритмастер Изумруд. Да, еще с ним был Metal Sonic, и Наколос подумал, что это обычный Соник. Сопис и Хвостик, узнав о этом, решают во всем разобраться. А злой на Соника Наколос в компании броненосца Мати начинают охоту на предателя в скобочках. Вот такая вот завязка с сюжетом. Итак, нам предстоит навалять огонь, играя за одного из четырех персонажей. Соника, Тейлза, Наколса и Эйми Роуз ушла наконец-таки в декретный отпуск. Так что вместо него четвертый персонаж здесь будет тот самый Мати. Я сомневаюсь, что вы знаете кто это, так что о его биографии и происхождении я расскажу чутка позже. Первое, что сразу бросается в глаза, это управление. Отлично подходящая для ПК, камерой управляем мы с помощью мыши. Что на самом деле довольно круто, так как камера в играх про Соника это ну просто шалка на эксперте. А еще здесь крутой саундтрек, известный нам по аниме Соник Ова. Так вот, как я говорил ранее, эта игра является 3D адаптацией 2D Соника. Ображается это в здешнем дизайне, декорациями, некоторыми врагами и некоторыми геймплейными моментами. Как например, ходьба Соника под водой. Блин, да здесь даже когда Соник вот-вот захлебнется, звучит тот самый устрашающий звук. А теперь о персонажах. Игра за каждого из них отличается не очень сильно, если учесть, то локации здесь одни на всех. Все персонажи одинаково быстро бегают и умеют делать спиндэш. Ладно, смиритесь с этим фактом. Игра за Соником мне показалась самой сложной из всех, при том сложной в хорошем смысле. Я не ярый ценитель хардкора, но иногда не откажусь от удара по яйцам со стороны геймплея. В случае, если вы любите баланс и плавный, но веселый геймплей, то тут на помощь приходит ответ на вопрос, почему Тейлз мой любимый персонаж во всей Сеговской вселенной. Игру за него можно назвать великолепной. В схватке с роботами вы чувствуете себя уютно, а его способности к полету отлично подходят под здешний дизайн локаций. Геймплей за Наклза на 4, он умеет парить над землей, однако обидно, что он не работает кулаками. Геймплей же за Майти, это серое пятно этой игры. Серьезно, игра за него представляет из себя ну просто самую имбовую вещь, которую только может препредлагать игровая индустрия. Знаете его способность? Силовая волна, убивающая всех поблизости. Что-то из рубрики Press X to win. Особенно бомбит начинает на уровне с босса. Ботом, например, первый босс этой игры. Другой персонаж, у Соника и Телза это Наклз, у Наклза и Майти это Соник. Так вот, играя за Майти, можно в сухую вынести Соника за секунд 20, просто нажимая на две кнопки. Когда за Соника этот уровень потратил моих где-то 15 минут жизни, это было весело и жесть как сложно. Хотя есть в этой имбе со стороны Майти светлая сторона, поиск эмблем и сбор изумрудов хаоса. Кстати про изумруды, они нужны для перехода при наличии 50 колец в супер форму. Но это когда персонаж перекрашивается в золотой цвет и убивает всех на своем пути даже без атаки. Смысла в этой форме нет, так как здесь нету босса, для которого нужно его и юзать. Хотя игра еще не доработана до конца и возможно когда-нибудь мы увидим что-то подобное. Возникает только один вопрос, какого хрена супер форму используют все, а не только Соник? Ладан Наклз, с ним что-то подобное же случалось, но Тейлзы Майти. При чем они вообще здесь? А еще посмотрите на Тейлза в супер форме. Что это за птички? Они влияют на создание людей больше чем пафосные речи Кличко и вот эта вот картинка. Потягаться с ними в гипнозе может быть только... Для сбора изумрудов нужно проходить особые уровни по сбору колец и найти все эмбремы, которые откроют вам проход на бонусный уровень. Еще прохождение наградит вас важными для игры камешками. А еще в игре ну просто тонны всяких пасхалок и запрятанных сигаретов. Эх, ну вроде все. Теперь обещанное. Вкратце о Майти. Броненосец Майти является одним из забытых сеговских персонажей, которых кстати до хрена. Съебнутая Сега. Думаешь это тебе хреново? Никто даже не помнит меня? Ты кто? При этом у него интересная история происхождения. Трепещите? Он мог быть на месте Соника. Пареносец был главным конкурентом ежа на конкурсе нового символа Сеги, но победителем вышел еж. Майти появлялся в мелких проектах, в которые я не играл. Лучше же самое известное и говорить. Его участием был Наклус Хаотикс. Еще он там был членом отряда Хаотикс и даже соперничал за авторитет с Хамелеоном Эспио, что без сомнений круто, если учесть как же безумно я люблю Хаотиксов. Жаль, что беспощадная Сега забила на него болт. Блин, он бы мог появиться в Соник Хироус, например, вместо Вектора. Ладно, подвожу итог. Эту игру еще делать и делать, латать и латать, но потенциал велик и могуч. Игра суровата в углубленном ее прохождении, но вечерок веселье вам обеспечен. Из разработки я бы добавил крутого финального босса и по отдельной кампании для каждого зверька. А на сегодня все. Ставьте пальцы вверх, если не хотите, чтобы Сега про вас забыла. Подписывайтесь на Халдятину, если не хотите, чтобы Наклус путал вас с Метал Соником. Удачи и пока. Кстати, после титров есть сцена про следующий обзор. Такая была и в обзоре на Бесконечное Лето, но ее никто не заметил. Продолжение следует...